Всех приветствую на прохождении крутецкой, просто бомбической игрушки под названием God of War. В прошлой части мы посетили клад Фафнера, нашли кольцо Андвари, его молот и принесли это все Броку и Синдре. Итак, сейчас наш путь лежит в гору, на самую вершину, чтобы открыть проход в Йотенхейм. Давайте посмотрим, получится ли у нас туда добраться с помощью путеводного камня. Вот, квест у нас горит тут, отправляться нужно вот сюда аж. И судя по всему, да, у нас это все закрыто и к сожалению придется идти на своих двоих. Как бы это не ужасно было, да. Ну ладно, фиг с ним. Побежали. Быстрее. Интересно, что нас там ждет? Так ли просто нам дадут добраться туда или нет? Вот уж в чем вопрос. Ну скорее всего, как бы, большую часть пути мы спокойно преодолеем, а вот дальше уже не знаю. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Это вопрос. Скажу Синдри, что я бог, вот у него рожа-то вытянется. Нет, может я хранил твой секрет слишком долго, но теперь тебе придется хранить наш. Я же говорил, нам нужен ключ. Ясно, ключ так ключ. Ну пофиг, тогда побежали. Путь не изменился. Ну что, парень, хочешь наконец увидеть страну великанов? Да, но грустно, что путь почти пройден. О, а вдруг придем в Йотунхем, а там великанов тоже нет? Это не имеет значения. Главное выполнить просьбу твоей матери. А, никуда не уходите, я уже заканчиваю. А можно ему сказать? Нет. Что сказать? Ты что, колесо облизал? О боги, меня стошнит. Я не шучу, сблюю сейчас. Мы обсуждали семейное дело. А я, кстати, кое-чего понимаю по части семейных дел. Дай угадаю. Твой брат не так искусен, как ты, а его работа хлам. Ну да, все так и есть. И что? Да ты только об этом и говоришь. Снова и снова. Сделай что-нибудь или заткнись уже. Вот как? Да. Надоело уже слушать про мелкие беды, мелких смертей. Ну ладно. Обидно. Давайте лучше делом займемся. Что-то мне не нравятся эти молнии. Что-то они предвещают. Явно нехорошие. Кое-что тебе может не понравиться. А, новое предложить он ничего не может, так что покидаем его. Дружок, ты откуда вырез? Капец, какой он вжёсткий. Не получи в дубинку. Так, где тут мелкие? Ого. А ты не сокремились. Волчара какой. Ну сейчас мы его быстренько на мясокомбинат определим. Все, всех покромсали. Но я, по крайней мере, никого не вижу. Так, куда теперь? Наверх и только наверх. Опять всё сломалось. Знаешь, может, Брок всё-таки прав? И у Синдри правда руки кривые? Чё-то пацан слишком много о себе думает. Позомнил он кого-то, фиг пойми. Так, сталь получили, ништяк. Печать оружия повышает скорость накопления вечной мерзлоты или жара на 7%. Интересная штука. Как бы впихнуть бы куда-нибудь. Полезно было бы очень. Ой-ой-ой, давай быстрее. Быстрее, быстрее. Чё-то как-то не подумал, пробежал. Ну, у нас не сильно покромсало, так что не страшно. Почему ты был с ним так груб? Не надоело слушать жалобы на брата? Надоело, но нам невыгодно с ним ссориться. Он должен знать храму, даже горько. Это было невежливо. Правда, важнее, чем вежливость. Мать бы не согласилась. Она не богиня. Да, пацан уж совсем. Так. Ну, здесь там ловить нечего, так что пойдём обратно. И мне здесь что-то не нравится вот этот шарик. Чё он здесь делает? Зачем он здесь находится? Ну, попробуем. А, он не активен. Ясно. Вот этих щитами вообще не люблю. И фиг убьёт. Пока не под этим щитом. Так и хотят, так и норовят, чтобы за его способность. Тебе конец. Так, а где же мне тогда взять целый этот ветер хеля? Почему? Мы почти дошли. Я же справлюсь. Да, ну. Ты позволяешь себе так о ней говорить, что я сомневаюсь. Что? Она не богиня? Она была лучше богиней. И ты будешь говорить о ней с уважением. Ну, ладно. Неси её сам. Ну, чё-то вообще от Рэй. Надо отшлёпать его. Что он тебе позволяет говорить такое? Итак, здесь у нас хранилище Валькирии. Интересно, кто там она? Как её зовут? Попробуем мы её убить. И тут даже есть срез. Очень удобно. Так, восстановились. Супер насобирали. Давайте здесь порубасим. Здесь вроде ничего такого интересного. Не сильно уж много нам дают рубленого серебра. Так, там у нас Валькирия. Давайте взглянем, что у нас по навыкам, чтобы уже так наверняка к ней зайти. Не бояться ничего. Вот, можно прокачать. Давайте качнёмся. И у нас ещё остается с полторы тысячи. Я думаю, что можно уже наконец-таки качать наши эти приколюхи всякие. Что на что там хватит? Здесь 3 250. Ничего себе. Давайте взглянем на клинках, сколько у нас стоит. 1500 и 4 500. Нифига себе. Дороговато нынче. Ну ладно. Чем богато, как говорится. А это что такое интересное? Рог целый, нифига себе. А зачем мы сюда идём, вопрос? Ну ладно, лишний лут, он никогда не бывает лишним. И здесь ничего такого интересного нету, так что вперёд. Я уже слышу ворона Одина. Надо спасти её. Думай, прежде чем делать. Готовы мы столкнуться с таким сильным противником? Я-то готов? Да, я тоже. Если это имеет значение. Да, если это имеет значение. Так, надо как-то эпичность туда залететь, чтобы сразу её... позже. 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 подожди! Позже. 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 Коль, это я почувствую. У тебя все в порядке. Тебе стреляют в спину! 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 что они хотят нас убить но этого исключать тоже пути одина скрытные а его цели так а чё нас лифтом а она работает в принципе о пока бронетная жалко их друг друга метать нельзя было прикольно быстренько мы и полицайка не туда кинул ну ладно вот все улетела вроде кончились так теперь много вещей мы сможем пооткрывать надо будет глаза держать в оба а как а как же нам быстро туда добраться вот вопрос о интересно интересно они думают что нам дорогу перекрыли да не попал могила это не так тюр был добрым и фре кто злой так это ас и знаешь что один прав мы для него опасны мы знаем кто мы и можем их всех победить ну не всех еще не всех хваленый магний нас одолеть не смог они не лучше нас и еще пожалеет что с нами связались это уж точно пожалеет в рагнарюки устроим рагнарюка на славу а тор обвинил меня меня в том что ты сделал с магни родной отец назвал меня трусом и словами не обошелся а отец или мы тебя добьем ах ты ублюдок а а а а а а а а а нет он побежден не убивай его он заплатит за слова о маме я сказал нет но мы боги и можем делать все что захотим как я сказал твоей матери перед тем как взял ее что ты делаешь этот нож получше чем мамин ты убил вопреки моему запрету вышел из себя ты сам учил меня убивать нет я учил тебя выживать мы боги мальчик и у нас есть враги теперь отныне до конца времен ты отмечен я учу тебя убивать да но чтобы защищаться и никогда для забавы да он все равно никому не был нужен какая разница убийство бога приводит к последствиям каким откуда ты знаешь откуда ты знаешь язык свой прикуси щенок как скажешь это мы пацану требуется порка однозначно чё то он разболтался вообще не на шутку так а вы чё здесь повылазили вот щас мы класс не думай головой мальчик если моде нас нашел то и бальдер где то поблизости хорошо мне есть что ему сказать ты не будешь вмешиваться я сам разберусь и ты его убьешь потому что он наш враг а? потому что он бы нас убил я сделаю лишь то что будет нужно я помогу нет интересно что же будет давайте ка это кристалл отнесем сюда потому что у нас открылся проходит и ахалай махалай давай-ка читай новая легенда погребение фьеркина на паузе прочтете и кстати говоря у нас же навыки открылись и можно прокачать наконец-таки а таки у нас и прокачано десять тысяч целое имеется я думаю то что имеет смысл тогда прокачать что-то на нашем топоре конечно же безумие ледяного великана потому что оно ну просто оно сносит все что движется а вот это касание хель в силу того что очень много дамага наносит ну вернее оглушает очень хорошо так дает возможность много всяких плюх делать врагам чтоб им неповадно было ну все раскидали как есть там уже будет весело погнали давайте ребят а кстати что у нас слева здесь справа вернее проход ну нам туда не нужно пойдемте наверх а по вылазили есть есть и последний угад хотел не взять да уж они точно ничему не учатся так действительно найдите новый путь наверх и какой же нам найти где же он находится и и все разрыв тебе красиво их отмотали а да это мне я думал тебе не понравился мой так я думаю что на этом моменте стоит остановиться ну и пока весь продолжим уже в следующей серии подъем на вершину горы все таки он не легкий там уже в этой серии победили целую валькирию ну и как бы много таких моментов которые были кинематографичные достаточно сюжетно наполнены так что чтоб подогнать как бы интригу и сохранить все вот эти прелести ее я думаю что продолжим уже в следующей части ну а пока мне всем спасибо кто смотрел ставил лайки комментировал ну и конечно же подписывался всем еще раз спасибо и до новых встреч пока до новых встреч